Всем привет! Вы на канале Брауни, и я знаю, как вы, мои зрители, любите разборы айсбергов. Я тоже их очень люблю, поэтому не смогла пройти мимо очередного интересного кей-поп айсберга и решил разобрать его для вас. Если вы впервые на моем канале или никогда раньше не смотрели подобных видео, айсберги – это тематические списки, в которых пункты располагаются аналогично настоящему айсбергу, где его верхушка – это все самое безобидное, широко известное или вирусное, но с погружением под воду пункты становятся более сложными для поиска, редкими или жуткими. Этот айсберг посвящен очень интересной теме кей-поп лост-медиа, то есть утраченным или невыпущенным файлам. Прежде чем мы начнем, я хотела бы торжественно объявить, что нас на канале уже 50 тысяч, и поблагодарить вас за интерес к моему каналу и за вашу активность. Спасибо за то, что ставите лайки, делитесь моими видео с друзьями и включаете VPN перед просмотром. Этим вы оказываете мне большую поддержку. Но если у вас есть желание поддержать меня еще и напрямую финансово, теперь у меня есть страничка на бусте, где вы можете это сделать взамен на дополнительные бонусы, как это уже сделали мои первые бустеры, ники которых вы сейчас видите на экране. Большое спасибо им за поддержку выхода этого видео, ссылка на мой бусте будет в описании. А мы, наконец, поехали! Лост-медиа – это контент, который по какой-то причине недоступен для зрителя. Например, из-за того, что был навсегда частично или полностью утрачен, или же наоборот, так и не был выпущен на широкую аудиторию. Иногда на поиски подобного контента уходят десятилетия, а еще по понятным причинам он обрастает различными легендами. Тему Лост-медиа я уже затрагивала в айсберге музыкальных жанров, которые, кстати, я вам очень советую посмотреть, а также в прошлом айсберге по женским кей-поп-группам на примере не вышедшего балладного альбома группы Луна «Lomason» и песни «Love and Rose» в исполнении группы CLC, которая так и не вышла и позднее была выпущена группой «Ise One». Эти примеры есть в данном айсберге, но я исключу их, так как они уже были разобраны. Итак, перед нами первый уровень и это верхушка айсберга. Вейви Халапеньо. Халапеньо – это сингл Лукаса и Хендери, участников группы Вейви, который должен был выйти 25 августа 2021 года. 24 августа на канале SM Town вышел тизер клипа на эту песню, а 25 августа SM Entertainment выпустили заявление о том, что Лукас приостановит свою деятельность в группе из-за распространившихся слухов о его плохом отношении к бывшим девушкам. Тогда четыре предполагаемые бывшие девушки Лукаса обвинили его в газлайтинге, растрате их денег и изменах. Релиз песни и клипа был отложен на неопределенный срок и с тех пор прошел уже целый год, но ни расследования или опровержения этих обвинений, ни каких-либо доказательств, ни возвращения Лукаса к деятельности, ни релиза Халапеньо так и не произошло и неизвестно, произойдет ли когда-нибудь вообще. Но в сети можно найти слитый трек целиком, хоть и в ужасном качестве. Эпизод Idle Room с Ice One Эры Фиеста К выходу первого полноформатного альбома группы Ice One был снят эпизод шоу Idle Room, который должен был выйти 19 ноября 2019 года. Выпуск этого эпизода был отложен в связи со скандалом, связанным с манипуляцией зрительскими голосами на шоу Produce 101 и Produce 48, на котором и была сформирована группа Ice One. JTBC заявили, что примут решение по поводу выпуска эпизода, основываясь на результатах полицейского расследования. Учитывая тот факт, что фальсификации на шоу были подтверждены, само шоу было закрыто, а группа Ice One уже расформирована, можно предположить, что шоу уже никогда не выйдет. Единственное, что можно найти в сети, это короткий отрезок с хореографией на песню Фиеста. Различные клипы Луна Альбом Ламейзен – это далеко не единственный невыпущенный контент группы Луна. У них также есть некоторые невыпущенные видеоклипы. Например, на одном из вилайвов Оливия Хе поделилась, что на песню «Рандеву 186Y» юнита группы YYYYY был снят клип. Материал для него снимали в Будапеште после съемок Love Forever. По словам Оливии, для съемок использовался дрон, и к релизу уже была готова обложка. В 349-м эпизоде Луна Ти Ви можно увидеть место съемок и аутфиты девушек к этому невышедшему клипу. Также на официальном YouTube-канале Луна до сих пор доступен тизер клипа на песню 365, который так и не был выпущен. Луна Cinema Theory Луна Cinema Theory – это серия официальных фан-мероприятий группы Луна, которые проходили в кинотеатрах и на которых был показан эксклюзивный неизданный контент. Всего состоялось два таких мероприятия – в Сеуле и в Пусане летом 2018 года. На них были показаны такие неизданные материалы, как видеоклип на песню «Sea Souls» Гавон, хореографические видео на песню «Vivi Everyday I Love You», «Singin' in the Ranging Soul» и «Uncover or Die Circle», видеоклип на песню «Starlight» и многие другие материалы. После мероприятия в Сеуле агентство группы Blockberry Creative обратилось к фанатам с просьбой удалить слитые в сеть материалы, снятые на Cinema Theory, и прекратить их распространение. Место проведения для третьего мероприятия выбиралось с помощью голосования среди фанатов. Больше всего голосов получила Бразилия, ивент там был анонсирован, но так и не был проведен. Singing in the Rain с участием Хасыль и Ким Лип В 159 выпуске Луна ТВ можно увидеть, что Ким Лип, Хасыль и Хи Джин присоединились к Джин Соль во время съемок клипа на песню «Singin' in the Rain». Партия Хи Джин изначально предназначалась для Ким Лип, но ее также записали Хасыль и Хи Джин. В итоге на V-Live была выпущена версия с Хи Джин. Как вы, наверное, уже поняли, по количеству неизданного контента группе Луна можно смело отдавать почетное первое место, что в сочетании с их сложной вселенной просто взрывает мне мозг. Инспирэйшн – это сингл Джанхёна, который был выпущен 9 декабря 2016 года в рамках проекта SM Station. Тизер видеоклипа на эту песню был выложен на канал SM Town 6 декабря, но сам видеоклип по неизвестным причинам так и не был выпущен. Существует предположение, что релиз мог быть отменен из-за возможных проблем с плагиатом на видео Blake McGrath – Relax, но, скорее всего, истинных причин мы и так никогда и не узнаем. BTS – Bird Песня Bird – это невыпущенная песня группы BTS, которая была предназначена для их японского сингл-альбома, вышедшего 7 ноября 2018 года. Лирику к этой песне написал Акимото Ясуши – известный японский продюсер и создатель женской группы AKB48. Как только это стало известно, многие корейские фанаты BTS выступили против сотрудничества с Акимото Ясуши, утверждая, что он является приверженцем ультраправых и антикорейских взглядов, а также в прошлом не раз обвинялся в написании мизогинных текстов песен, что, по их мнению, могло навредить имиджу группы. Вдобавок, инициатором этого сотрудничества был Бан Ши Хёк, директор BTS, что разочаровывало фанатов, которые требовали ответа и даже угрожали начать бойкотировать группу, если ответа не последует. В итоге Big Hit пошли фанатам навстречу и исключили Bird из альбома, заменив ее двумя ремиксами на Idol и Fake Love. Коллабы BTS В 2020 году певица Рина Саваяма поделилась, что они вместе с Нам Джуном из BTS работали над написанием совместной песни, но неизвестно, когда она выйдет и выйдет ли вообще. Если коллаб с Риной Саваямой можно считать неизданным, но существующим, есть и такие коллабы, существование которых стоит под большим вопросом, так как опирается в основном на слухи и догадки фанатов, например, совместный трек BTS или Чонгука с Арианой Гранде. 21 As If It's Your Last На одном из эфиров KBS Cool FM шоу, бывшая участница 21 Минзи рассказала, что песня BLACKPINK As If It's Your Last изначально должна была выйти в исполнении 21 и, судя по всему, называться Blaming On Your Love. На тот момент 21 готовились выпустить свой альбом Crush, и эта песня должна была стать заглавной на этом альбоме. У них уже была записана демо-версия, но в итоге было решено отдать предпочтение другим трекам, и эта песня была исключена из трек-листа. Минзи также исполнила фрагмент этой демо-версии в эфире. Невыпущенные песни 21 У 21 достаточно много неизданных песен, и несколько пунктов находятся на более нижних уровнях айсберга. В этом же можно отметить, что Beside Let It с альбома CL Alpha изначально был песней 21, и CL показала демо с вокалом Дары и Пакбом в одном из своих эфиров. Дуффин Перри стенд Твиттер Ау Дуффин Перри Ау – это чат фиг, который был вирусным в кей-поп стенд Твиттере в 2018 году и стал мемом среди англоязычного кей-поп комьюнити. Главными героями сюжета были персонажи мультфильма «Финнес» и «Ферб», которые являлись фанатами кей-поп и BTS ARMY в частности и были активны в кей-поп стенд Твиттере. Фанфик был стилизован под социальные сети, публиковался непосредственно в Твиттере и быстро стал очень популярен. Оригинальная ветка твитов была полностью удалена, но в сети все еще можно найти архивы с фрагментами этой истории. Переходим на второй уровень – потерянные фанкамы Существует достаточно много потерянных фанкамов. В большинстве случаев они были просто удалены с Ютуба по той или иной причине и, на мой взгляд, не представляют какого-то особенного интереса, разве что для фанатов этих айдолов. И к тому же большинство из них не потеряны совсем, а были перезалиты пользователями, и их можно довольно легко найти. Если вы знаете о каком-то фанкаме, который был удален по необычной причине, пропал навсегда или сам по себе был каким-то особенным, напишите об этом в комментарии. Потерянные демо Песни в кей-попе довольно часто переходят от одного исполнителя к другому, особенно в рамках одной кампании. Так что нетрудно предположить, что существует множество демо-версий, которых мы никогда не услышим, так же, как и полную версию Lovey and Rose от CLC. Демо Lucky One XO в исполнении Шайни, Something Girls Day в исполнении Хюрин, Don't Call Me Shiny в исполнении певицы Боа, Very 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 I.O.I. в исполнении Твайс и так далее. Конечно, нет гарантии, что все эти демо-версии существуют, но вполне вероятно, что какие-то из них были записаны. Еще существует множество ранних демо-версий песен, которые затем были выпущены с изменениями, например, демо BTS, GOT7 и многих-многих других артистов. Потерянный контент X-One. Группа X-One была неожиданно расформирована спустя всего полгода после своего дебюта из-за скандала с манипуляцией зрительскими голосами на проекте Produce 101, в последнем сезоне которого она и была сформирована. Несмотря на то, что даты первого камбэка группы так и не были объявлены и не выходило никаких тизеров, вероятно, что существует немало невыпущенного контента, связанного с несостоявшимся камбэком, а также материалы для реалити-шоу с ребятами или для их влога на YouTube-канале. Речь идет о полной версии песни, которую певица Юкика записала для 30-секундного рекламного ролика Шоколада Гана компании Lotte в Японии. Это была последняя работа Юкики с ее бывшим агентством. Ласт Дэнс – это сингл группы Айдол, выпущенный для платформы Юниверс 29 апреля 2021 года. В марте того же года вокруг участницы Суджин разгорелся скандал, связанный с предполагаемым буллингом, и она ушла на перерыв, а позднее покинула группу. Песня, изначально записанная с участием Суджин, была перезаписана без нее, но ее все еще можно увидеть в тизере клипа и в самом музыкальном видео, потому что переснимать видео было слишком затратно и было решено просто перемонтировать его. Оригинальная запись с голосами всех шести участниц издана не была и, скорее всего, уже не будет. Альбом сестер Чон Сестры Чон – это бывшая участница Girls' Generation Джессика и Кристал из группы FX. В 2014 году в июльском выпуске журнала Nylon девушек спросили, стоит ли фанатам ждать их совместный альбом, на что Кристал кивнула, а Джессика пояснила, что по возможности они постоянно работают над новыми песнями и, возможно, у них выйдет альбом. Осенью того же года Джессика покинула группу Girls' Generation из-за разногласий с руководством, причем, по ее словам, не по своей воле. Кристал покинула SM Entertainment в 2020 году и так как они обе больше не являются артистками этого агентства, их совместный альбом, скорее всего, никогда не выйдет, даже если он и вправду был записан. А по слухам, он был не только записан, но и полностью готов к выходу. Второй сезон шоу Сестер Чон У вышеупомянутых сестер Чон выходило собственное лайфстайл-шоу. Первый сезон состоял из 10 эпизодов и выходил в эфир с 3 июня по 5 августа 2014 года. По некоторым заявлениям, второй сезон шоу был запланирован к выходу, но был отменен после ухода Джессики, так же, как и альбом. Японский дебют From Is Nine Первый японский сингл From Is Nine «Love Bump» должен был быть выпущен 13 марта 2020 года в качестве предебютного сингла для их дебюта в Японии. В трек-лист сингла входили японские версии песен Love Bump и Fun. Выпуск альбома был отложен из-за пандемии, новая дата все еще не была объявлена. Канта Love Song Love Song – это первый диджитал-сингл канта при участии Пала Альта, который должен был быть выпущен 4 августа 2019 года, но был отменен в связи со скандалом вокруг личной жизни певца. На канале SMTown все еще доступен тизер клипа на эту песню. Луна Лог Ким Лип Пятый выпуск влога Луна с Ким Лип вышел 5 июня 2020 года и был удален из-за показанного в нем мема. В этом меме был использован комикс, автор которого высказал свое недовольство подобной переработкой своего творчества, в связи с чем влог был удален. На ютубе доступна отредактированная и перезалитая версия этого влога, так что это видео можно считать только частично утраченным. Eyes One Lesson Lesson – это японская песня Eyes One, которая была исполнена на их втором онлайн-концерте One The Story 13 марта 2021 года, но не была издана официально. Лайв-версия этой песни доступна в сети. Infinite 7 in One 1 марта 2015 года на официальный ютуб-канал группы Infinite был загружен тизер их предстоящего камбэка под названием 7 in 1, но релиз по неизвестным причинам так и не состоялся. Невыпущенные песни CL У CL, как и у 21, есть множество невыпущенных песен, некоторые из них можно найти в сети, например, песню No Diamond. Но есть треки, доступные только частично, например, All In. CL показала фанатам фрагмент видеоклипа на эту песню, уточнив, что хоть из-за этого у нее и могут быть проблемы, оно того стоит. По словам режиссера, видео на All In было снято и готовилось к выходу в 2016 году, но релиз был отменен по неизвестным ему причинам. God 7 Never Ever – снежные сцены В клипе God 7 на песню Never Ever должны были быть сцены, где парни исполняют хореографию на снегу, но запись была повреждена, и эти материалы не вошли в итоговую версию клипа. На закулисных видео видно, что съемки проходили в очень холодную погоду на вершине холма. Участники группы были одеты в легкие костюмы, и танцевать на снегу было непросто. Спустя 4 года Джей Би рассказал, что из-за погодных условий из строя вышел дрон, и это стало причиной порчи материала. Очень жаль, что такие жертвы парней остались напрасными. Английский альбом To Any One To Any One работали над полноформатным английским альбомом вместе с рэпером Will.i.am, но из всех записанных песен того периода вышли только три. В сети можно найти отрывки невыпущенных песен с этого альбома. На песню CL Hello Bitches было снято не только всем известное хореографическое видео, но и полноценный видеоклип, который был показан на ее концерте в Чикаго, но по неизвестным причинам так и не был выпущен официально. На ютубе можно найти видео, снятое фанатами из зала. Этого не указано в айсберге, но с этой песней связан еще один потерянный файл. А именно, версия этой песни с американской рэпершей M.I.A. под названием Asian Bitches. На все том же прямом эфире CL показала фрагмент этой версии песни. Удаленные танцевальные практики Red Velvet В отличие от большинства других групп, Red Velvet не всегда выпускают танцевальные практики на свои заглавные треки. Например, они не выпускали танцевальные видео на песни Russian Roulette, Ice Cream Cake, Dump Dump, Really Bad Boy, Psycho и другие свои песни. Возможно, они даже не снимали свои репетиции, но если снимали, их можно считать невыпущенным контентом. В любом случае, всегда есть перформансы, где можно в полной мере оценить танец, так что лично я не вижу в этом ничего криминального, хотя посмотреть видео из танцзала иногда бывает довольно интересно. Shiny Press Your Number Песня Press Your Number Тимина вообще изначально была написана Бруно Марсом, но SM купили ее, как они это любят, и об этом я рассказывала в одном из своих видео. Как оказалось, изначально планировалось, что эту песню исполнят Shiny, но в итоге она досталась одному Тимину. Демо, скорее всего, существует, но никто никогда его не слышал. Wonder Girls Tell Me с Хёной Wonder Girls дебютировали в 2007 году, но уже летом этого года Хёна покинула группу, потому что ее родители переживали за ее здоровье. Ей на замену в группу пришла Юбин, и уже вместе с ней в сентябре 2007-го Wonder Girls выпустили свой хит Tell Me. Существует закадровая запись, где можно увидеть фрагмент первоначальной версии клипа, который был записан с участием Хёны до ее ухода, а именно танцевальную часть и Хёну в костюме Чудо-женщины. Оригинальная версия клипа Эспо Black Mamba На шоу SM Congress 2021 Ли Суман, основатель SM Entertainment, сказал, что на съемках дебютного клипа Эспо Black Mamba произошло очень много всего, и есть история о том, как им пришлось переснимать клип заново. Но девочки уточнили, что это секрет. Что произошло, неизвестно. Как выглядела эта первая версия клипа, тоже. Но она была, и если клип пришлось переснимать полностью, то, скорее всего, мы никогда не увидим даже фрагментов из оригинальной версии. Ace She's So Perfect She's So Perfect – это невыпущенная песня группы Ace. Они исполнили ее дважды во время своего тура в 2018 году. Выпустили видеотизер, рассказали о процессе создания этой песни в интервью японскому журналу и даже исполнили ее фрагмент Акапелла на After School Club. В какой-то момент появились слухи о том, что песня была продана. Позднее один из авторов песни подтвердил, что она больше не принадлежит Ace. В сети можно найти фрагмент танцевальной практики и фанкам выступления с этой песней, снятый на одном из концертов. Видеотизер больше не доступен. TVXQ Maximum OT5 Существует слитая в сеть видео танцевальной практики TVXQ на песню Maximum, где Чан Мин и Юн Хо репетируют вместе с танцорами под версию этой песни с голосами всех пятерых участников группы. Максимум вышла на альбоме Keep Your Head Down, и это был первый альбом, который TVXQ выпустили в качестве дуэта, после того, как группу покинули JYJ. Судя по всему, камбэк готовился в составе пятерых участников, но в итоге песню пришлось перезаписать для дуэта. Танцевальная практика EXO Lucky One Эта танцевальная практика не была выпущена официально, как и многочисленные практики Red Velvet, но она была слита позднее, и хоть качество оставляет желать лучшего, это уже не потерянный файл, а найденный. Я думаю, что на этом я остановлюсь, и, как обычно, разделю видео на части. Разбирать первые два уровня было очень интересно, и, я думаю, дальше будет еще интереснее. На самом деле, я не знала о большинстве из этого, и порой было довольно непросто найти информацию, но я знаю, что лучше всего все знают фанаты. Так что, если у вас есть еще какая-то информация, дополнение к видео, жду вас в комментариях и в телеграм-канале. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, заглядывайте на бусти, а я прощаюсь с вами до следующего выпуска этого айсберга. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok